МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь десятков тысяч алматинцев под угрозой. Они живут в зоне риска схода лавин оползней и сели. Подробности очень скоро. В студии новостей Алибек Рзабаев. Здравствуйте. Карагандинские полицейские расследуют загадочное убийство юриста Арселор Митл Тимиртау Ринеэм. Ее соседи почувствовали запах дыма из квартиры женщины и вызвали ДЧС. Спасатели почти полчаса тушили огонь и в одной из комнат нашли обгоревшее тело. Но прибывшие эксперты сразу заметили, что кроме ожогов, у погибшей следы ножевых ранений. Женщине было 54 года, в полиции завели уголовное дело, но пока не сообщили, связана гибель Ринеэм с ее профессиональной деятельностью или нет. 5 тысяч зданий в Алматы могут пострадать от оползней и лавин. Из-за незаконного перевода почти 300 гектаров рекреационной зоны в жилую под угрозой оказались жизни 26 тысяч человек, проживающих сейчас на этих территориях. Об этом сообщили в Антикоре. По поручению президента, в ведомстве начали масштабную проверку выдачи земель и строительства в предгорных районах. Выявили 26 фактов незаконного изменения ландшафта, выдачу разрешения на тектонических разломах и 900 случаев перевода целевого назначения земли. Например, жительницы Алматы отказывали в изменении целевого назначения земли, но спустя время дали на это разрешение. При этом один из ее участков был передан родственнику должностного лица Акимата. Отсутствие контроля за данными процессами влечет за собой недопоступление в бюджет. За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения, по предварительным данным, за последние три года не уплачено более 500 миллионов тенге. Правительство начало искать новые источники для роста экономики. После совещания с президентом, министры рассказали, как будут исполнять данные им поручения. Поднимать коммунальные тарифы с учетом ситуации в регионе. Чтобы получить 3 гигаватта новой энергии в этом году, восстановят первый блок экибастузского энергоузла и начнут строить следующий. А всего в планах до 2035-го ввести свыше 17 гигаватт мощности. Изношенные сети постепенно будут реконструировать и во все села доведут воду. Стабилизировать цены планируют насыщением рынка собственными товарами и постоянным контролем всей цепочки перекупов. Те, кто получают субсидии, обяжут поставлять продукцию по рыночным ценам. И до 2029 года откроют 800 инвестпроизводств, где постоянную работу получат 147 тысяч казахстанцев. Многие жалобы населения должны решаться превентивными действиями. Особенно это касается здравоохранения, образования и трудовых отношений. Этому будет активно способствовать единый центр приема граждан. Все первые руководители госорганов должны эффективно использовать данный ресурс для решения поднимаемых гражданами проблем. Нужен конкретный результат. Модернизация налоговой, бюджетной и тарифной политик в первую очередь должна учитывать интересы граждан и бизнеса. Все внедряемые инструменты и механизмы должны быть гибкими и стимулирующими. Больше 3,5 тысяч алматинцев подали заявление о признании их банкротами. При этом, по данным Департамента государственных доходов, в 5-6 случаев горожане получают отказ. Чаще всего причиной является превышение предельной суммы задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями, наличие имущества, а также срок просрочки по платежам меньше года. Было подано 3662 заявления. Из них 3055 уже рассмотрены и по 2,5 тысячам вынесен отказ. В отношении 503 граждан начата процедура внесудебного банкротства и еще 605 заявлений находятся на рассмотрении. К другим темам. 20 человек стали жертвами кибермошенников из Шимкента. Об этом сегодня рассказали на брифинге в МВД. Интернет-аферисты взломали сайт фармацевтической компании. Тем самым получили доступ к клиентской базе. Затем они обзванивали людей под предлогом выигрыша автомобиля и предлагали им оплатить налоги. Предприимчивые мошенники задержаны. Сейчас полиция ищет остальных пострадавших. Деятельность еще одной киберпреступной группировки пресекли в Алматы. 24 граждан Грузии создали целый колл-центр, откуда звонили людям и проворачивали махинации. Всего с начала года таким аферистам казахстанцы отдали свыше 3 миллиардов тенге. Напомню, что в МВД запустили пилотный проект «Киберпол», который как раз помогает выявить подобные мошеннические схемы. 25 новых случаев заражения коронавирусом выявили казахстанские медики за сутки. Это на 9 человек меньше показателя предыдущего дня. Лечение от ковида получают 1309 человек. В больницах еще остаются 156 пациентов. В тяжелом состоянии двое лечатся на дому 1153 человека. Продолжим. Работать 4 дня в неделю. Такое в Казахстане станет возможным с 1 июля. Изменения в закон уже вступили в силу, но это не значит, что 5-6-дневных рабочих недель больше не будет. По новым нормам работодатели имеют право их чередовать. И вообще, из пользователей возможность облегчения трудового процесса определяется только если с этим будут согласны все стороны. И работники, и работодатели. Общим выходным остается воскресенье. Остальные дни распределяются, опять же, общим решением. В популярных мессенджерах распространяется сообщение о том, что с 26 апреля по 10 мая казахстанцы не смогут выйти в интернет. Это фейк. Аудиосообщения об отключении от всемирной паутины появились сначала в Павлодарской области, а после распространились по стране. Анонимы призвали запасаться наличными деньгами, а вместо кассовых аппаратов пользоваться калькуляторами. Управление цифровизации Павлодарской области информацию опровергли и призвали не доверять анонимам. Отключать доступ в интернет в Казахстане не планируют. К другим темам. 5 тысяч деревьев высадили в Алматы на экологической акции. Саженцы и необходимый инвентарь предоставил Акимата. Всю работу звалили на свои плечи горожане. Организаторы говорят, что надеялись привлечь как можно больше людей к озеленению и уборке города. Но не ожидали, что откликнутся почти 100 тысяч человек. Чуть-чуть оказались не готовы, потому что у нас было тысячи мешков. И за ближайшие полчаса эти тысячи мешков просто все расхватали, и они уже полные, мы наполнили. Но это ничего страшного, потому что мы, в принципе, соорганизовались. То есть мы набираемся сейчас, подвезли Акимат, быстро среагировал, подвез контейнеры, раздельный мусор тут у нас отдельно, пластик, стекло. Три престижные награды завоевала сборная казахстанских школьников на Всемирном чемпионате по робототехнике в Хьюстоне. Соревнования проходили среди участников из 110 стран. Приехали 36 тысяч детей. Честь нашей страны защищали около 50 школьников. Они получили три премии в трех возрастных группах. Команда Play4Energy создала сверхпрочного и эффективного робота. А Айента показала высокий профессионализм на мировой арене. К слову, ребята проводят бесплатные фестивали и тренинги, обучая ровесников о зам робототехнике и программировании. Самые маленькие участники из Алматы, команда Адептус Механикус, получила награду за лучший инновационный проект и технические разработки. О том, как будут развиваться события, расскажем вечером в 20.00. После рекламы «Информационное вещание» продолжит моя коллега Айолу Мурат Козе. Оставайтесь на Первом канале Евразия. Удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова